СМА Семейка Арии И еще Отто Феоноров Спасибо вам большое за ваши Донаты в фонд просмотра Вот этого ролика Раз уж такой донат То получается небольшая рекламная интеграция Паблика ВКонтакте СМА Семейка Арии Подписывайтесь, подкакивайтесь Так и Блять, тут с Жириновского начинается Это уже прекрасно Как говорится Rest in Peace Блин, у меня Так, вот, все, есть Блютуз-колоночка включилась Не либерал и не демократ Но партия либерально-демократическая Блять, где звук? У меня нету Ну, он не там, где нужно Хватит это терпеть Все, мои дорогие зрители Переезжаю жить на море Хватит это терпеть Все, мы уже поняли Мы эту фразу три раза услышали За восемь секунд Ну, это что за хуйня? Все, буреломы Это весь суровый климат Это весь мороз Все, в теплые края Ну, может, вот так как-нибудь Нет, то, что двойной звук Хуёво Пишите, если что-то Приветствую тебя, ищущий Почему я пишу этот ролик В этом большом поле? Потому что Во-первых, это новое место Где я еще не был А так как у нас Наступают теплые деньки Я ищу новые места Чтобы локация на фоне Моей морды Была как-то разная Кто, откуда Ну-ка, признавайтесь Интересно, во-первых, да Комментарии жителей Послушать Приморских городов Но на самом деле, еще раз Абсолютно Разное Восприятие У тех, кто Всю жизнь прожил Возле моря И у тех, кто В какой-то момент приехал Вообще разное Ну, грубо говоря Почти все, кто всю жизнь прожил У моря Относятся к морю Примерно так же, наверное Как те, кто живет в Москве Относятся к, блядь Там В зоопарку Или Красной площади Или вот Чему-то такому То есть Вообще по хую Ну есть цена и есть То есть у них Отдых Это точно не пойти на пляж Где бздыхи тусят У них отдых Это Поехать на речку Куда-нибудь там В горы На шашлыки Вот Какой это Кайф То есть они Начинается лето там И так далее Ну, вообще понятно Что для многих Ну, как бы Местных жителей Приморских городов Которые, опять же Тут, ну, прям Местных в каком-то В сто пятьсотом поколении Их, в принципе, не так много Мне кажется Очень много кто Там у него Родители переехали Ему было восемь лет Или Родителям было восемь лет Когда они приехали Или их там Как-то переслали Или еще что-то произошло То есть прям Не знаю Коренных Приморских жителей Мне кажется Найти так же сложно Как коренных Москвичей в Москве Ну, то есть Наверное, они есть Кто-то о них слышал У кого-то какие-то знакомые есть Но в целом Это Не очень много людей Но вроде Как бы такие бывают Ну и Че, и все Вот То есть Как бы Если Для Более северного Какого-то жителя Приехать на море На две недели И все И не вылезать Чилить Там радоваться И так далее То для многих Местных Море Это Ну, то есть Короче, лето Это сезон Когда надо работать То есть Ай, блин Опять это унылое время Когда надо много работать Скорее бы уже Зима Бухать Там Отдыхать Просаживать заработанное За сезон Бабло А даже если Как бы без разницы Если ты Ну Что летом То есть просто Ну Просто живешь и живешь Работаешь Работаешь Например, даже если у тебя есть Там какой-то Типа отпуск Пара недель Как раз, допустим Они попадают на Какой-нибудь хороший месяц Типа июнь Когда еще Когда уже жарко Но море еще не Как санина по температуре То Ну, я Все равно Я не думаю Что Ой, все Буду каждый день Ходить на пляж То есть Они точно Не будут проводить Свой быт Так же Как его проводят Приезжающие туристы Им похеру Ну, это точно так же Как Не будет Москвич Если у него будет Там свободная неделька Он не будет Ура! Наконец-то я побегу Перерассматривать Во всех деталях Красную площадь И Не знаю Там Гулять По Арбату Старому и новому Блядь Ну, есть Арбата Есть Ссать на него Вообще Лучше с друзьями Пойдем Бухнем На дачу Поедем И так далее Меня море Ну, меня, наверное На неделю На вторую На третью Вот так вот То есть Я уже несколько раз Как бы Это тестил по себе Недели Вот недели три Это прям Охуенно Ну, значит Месяцок Может быть Месяцок Это прям вот Чтоб остыбенело Потому что Многие Когда приезжают В отпуск Они приезжают На 10 дней Ну, кто-то вообще Кому там Не везет соболезную Да, там Три дня Неделя Десять дней Четырнадцать Такие более-менее Стандартные строки Вот чтобы Охуеть от моря Заебаться Чтоб тошнило Уже Хотелось домой Мне нужно Недели три Ну, вот Могу посоветовать У кого будет возможность Четыре недели Как-нибудь проведите Вам на весь год Хватит В этом мне помогает Теплое время Суток Ну, диски пляж Весна А-ля лето Немножко осени Но Немножко Потому что Только лето И На Урале Вы сами знаете Какая погода Скульки нос Теплых деньков Это была первая причина И вторая причина Это, конечно, сильное ветрище Которое здесь И Братан Тебе сюда не надо Блядь Буквально вчера Я на стриме даже жаловался Что Я выхожу Пыхнуть Дверь Нахуй Слетает Ее прям держать надо То есть Здесь ветра максимально блядские Вот кто в Питере живет Вы знаете Вот здесь На югах Та же самая хуйня Адские Бледунские Просто ветрища Все, что плохо прикрученное Будет Дребезжать Лететь Там И так далее Вот в Питере Бывает ветер На нем лежать можно Прям Абсолютно Та же хуйня Ну, понятно В сезон, наверное, получше Но В ней сезон Здесь Пиздец Здесь ветрища Просто Адский Ветер Он в Краснодаре Ну, может А что, где-то возле моря нет ветра, что ли? Хочешь сказать А что я тогда здесь живу, как дурак? Она в любом случае нужна Даже где мало ветра Да все, мы поняли Ура, ура В голде холодно Этот микрофон включается тоже И Сами знаете На таком ветрище Вы сами видите Ветер Достаточно сильный здесь Насколько Эта ветрозащита Вот этот пушистый Вот этот Хвост Персидского кота Он помогает Ну, хоть как-то помогает Вдруг мне придется ролик переписывать Но, тем не менее Если что Это обзор на ветрозащиту Роды Главная новость Моего канала Ну, ксероногов Ну, блядь Типа он сделал Как ему более-менее удобно Отдав за это, правда, блядь Не знаю, тысяч триста Это полный пиздейшн В моем представлении Ну, видимо Как бы он понимает Что он чуть-чуть жертвует звуком Короче, народ Я Ну, вот этот Это видео сокола Оно ярчайший пример чего Если ты хочешь хороший звук На расстоянии Хороший звук у тебя не получится сделать Ну, прям Вы слышите, что то, как я вот говорю В диктофон за семь тысяч рублей Звучит Просто на порядок лучше Чем то, как сокол говорит в микрофон Свой, там, рот, блядь За десятки, там, тысяч рублей С ветрозащитой И со всей хуйней И со всей поебенью То есть Главный Прикол Который надо понимать Про Запись качественного звука Что Чем ближе ты можешь поставить Источник звука Настроив при этом Ну, гейн как-то Минимальный На диктофоне На микрофоне На том, что записывает Тем более качественный звук Можно и получить То есть Ну, либо акустические условия Должны быть какие-то идеальные То есть Если ты записываешься на улице Все Акустических условий Ты идеальных никогда не добьешься И лучше Петличка за косарь Лучше диктофон в руке За, там, 7 тысяч рублей Лучше на телефон Вот так, как некоторые блогерки Сидят И записывают звук То есть Снимают себя на зеркалку И вот так вот Держат телефон в руке Чтобы на него писать звук Айфон Чем, блядь Поставить вот эту вот Палку Которая Ну, хуй знает Блядь Вот так можно сделать Это сойдет, конечно Но просто Стоит ли оно того Сокол считает, что да Кому не интересно Кто ждет только обзоры Реакции На какие-то события Да, может, часов Вот, кстати Либо использовать Суперкамеру Которую Сокол там Хотел накопить И так и не купил По итогу На которую Как раз у меня стрим сейчас идет Sony FDR Ну, опять же Я Блядь, жалко Я никак не могу это показать Я на нее Клоунский нос Вот так вот Изолентой налепил Тоже как ветрозащита Потому что Отличный звук Но ветер Там Ее Просто Ложит на лопатки Артемиэл Спасибо большое Кладет, вернее Не ложит Хотя похуй Ложит Я южанин Заключается в том Что наступили Теплые солнечные времена В результате Чего я открыл Сезон засушивания Новых запасов Какашек на зиму Блядь Спасибо большое Артемиэл Всегда приятно Выслушать Действительно важную информацию И важнейшие новости Очень интересно Просто Держи в курсе Ой-ой-ой Всю мою жизнь Долбало Потому что Что в Березняках Что в Перми Климат Вот такой вот Уральский Противный Где Жуткие вот эти вот Ну кстати Очень много Да действительно На югах Много сибиряков Много москвичей Красный праздник Елка Дед Мороз Подар Ну Короче Блядь Я бы не сказал Что здесь будет Супербалдежный Климат Хватит Срительница Полить Может быть Он и не назовет Никакой город Ради этого Терпеть Сама больше всех Уже спалила Посмотри Если он за все видео Допустим Назвал Одно название города И ты говоришь Он сейчас назовет Твой город Получается Если ты Думаешь Что ты знаешь В каком городе Точно я сейчас нахожусь То ты уже Меня спалила сама Типа Ну бля Башку включай Это что за хуйня А именно Столько у нас Примерно Проходит зима В наших краях Суровых Поэтому Че 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 там Месяца 7 8 Зимы Сугробов И холод Блин ну По крайней мере Там нормально Топят Скорее всего В Перми И скорее всего Там горячая вода Когда ты включаешь Кран Идет сразу же В любом Месте Здесь как бы Вообще не факт То есть Я уже говорил В своем видосе Типа про Живу на море год Я там рассказывал Что В среднем Тебе здесь даже Холоднее будет Потому что Ты топишься Обогревателем Просто и все В Москве Если допустим Живешь там Люди Зимой окна открывают Потому что жарковато Из-за обогревателей А то и там Осенью уже Просто топить начинают Просто как сволочи Последние Жарища невыносимая И так далее Ну в доме А на улицу Что прошел до метро И все И ничего А здесь Блин Здесь если уж будет Погодка Около нуля На улице Понятно Здесь редко бывает Прям Минус Ну минус 10 На юге Наверное Это просто какая-то Невероятная Адская Ледяная Просто страшная Погода И снег Здесь это просто Тоже невероятная редкость Настолько что Я уже говорил Что детей отпускают Из школы Поиграть в снежки Просто потому что Снег в обед Уже растает Но Типа если Ну короче Здесь с отоплением Запросто может быть ботва Здесь там В квартирах могут Повырубать горячую воду То есть здесь надо Отдельно По другому Чем В каком-то Городе Крупном Нормальном Заморачиваться С такой историей Как Чтоб тебе было тепло А именно Столько у нас Примерно Как это Как в Испании Люди ходят В свитерах И в носках Дома всегда Да Типа чтобы Ну Газом русским Не пользоваться Вот сюда газ тоже Короче не провели Не довели В наших краях Суровых Поэтому На тепло Остается не так много Времени Потому что После 8 месяцев Сугробов Остается еще Просто Слякотное Говно Осенью И весной Это Москва Большую часть Времени Москва Вот Она как бы Не знаю Холодрыга Прям какая-нибудь Такая нормальная В Москве Ну да Наверное там Месяцок какой-нибудь Будет пару Начиная С сентября И заканчивая Может Маем Это будет Слякотное Говно Все остальное Время Кроме Января Может Вот так Череповец Такой Да Череповец Охуенный Говно Здесь море Мне Самая главная Причина Переезда Которая Мне Не дает Спокойно Жизнь Это Ну не знаю Заболевание Или как там Можно назвать Ну в общем Это называется Хронический Вазомоторный Ренит Это Какой Это вот У сокола Такая Хиробаза Да Ужасно Это сосудами Какая-то Какая-то беда С сосудами И постоянно Постоянно Сопли Это кошмар То есть я могу Два часа Прежде чем уснуть Могу два часа Ходить Сморкаться Потому что Сопли Градом бегут Могу ночью Встать Час ходить Сморкаться Могу уснуть И проспать всю ночь То есть там Как пойдет Лечили меня От этой фигни Я просто там Кучу денег Оставил Операцию делали Что-то там Втыкали мне в нос Куда-то Чуть ли не в мозг И там что-то Прижигали В общем Все, кто будет поить Сейчас баны буду раздавать Отто Феоноров Лучше ты признавайся В каком городе Ты живешь Могло Временные улучшения были Признавайся Где живешь Капельницы Всякие лекарства делали Ничего не помогает Но Неожиданно я вспомнил Что когда я ездил В Геленджик На Недельку-другую Вот он назвал Какой-то город У меня там Совершенно не было Соплей То есть буквально За все эти две недели Может раз-два Там высморкался И все И меня Синило Я такой думаю Так А почему так Начал смотреть в интернете Оказывается В полосе От Анапы Еще раз говори Там по-моему В этой расположенности Плюс И вот смотрите Если он никакой город Больше не называет Побережье Крыма Это все А он что-то еще назвал Кремноморский климат Который мне как раз Так где же я В Геленджике Или в Крыму Где же я Или не там И не там Или я отвожу внимание Ну был я везде Я вам так скажу Был я везде А живу я В пизде Потому что там Дыхательные болезни Сердечные Сосудистые вернее Болезни Все что вот это у меня Как раз предполагается Это как раз Теплое Года Практически неустанно То есть я На своем самокате Могу снимать В Геленджике В Геленджике В красивейших местах И делать это Постоянно Потому что Даже зимой Мурманск на море съездить Ну да Я смогу на самокате ехать Потому что Ну Зимы Бля Он переживает за самокат Ему хочется на самокате кататься Вот он почему Сюда хочет перекатиться Ну я кстати говорил Он когда купил себе самокат Я говорил что Блядь Хули толку то Если На нем кататься Некогда Будет на Урале Он просто очень хочет На самокате ездить И все я понял Там бывает Увлажнитель воздуха Нужно купить Да Ну блядь Хороший увлажнитель То стоит доебени матери То есть вот эта хуйня Она Дешевая Дерьмово Все делает Загрязняет даже воздух Больше Какими-то Просто другими Другими выбросами А хороший Это пиздец Как самокат Блядь стоит наверное Редко И всего лишь там Дня 4 Говорят там Это может Снежок побыть И все Собственно говоря Все расставит И ты можешь дальше Спокойно ездить Камера из жопы И это просто Прекрасно Во вторых В третьих В десятых Я люблю море И когда уже дальше Это тебе так кажется Пока ты Не поживешь Этот год Сколько можно тянуть Вот хочется спросить То есть 42 годика Уже этому мальчику И уже Мальчик Как бы ждать Да это Всю жизнь Даже если это Блядский рай На земле Вот Взять меня Я из Москвы Уехал Проходят Потому что Оно подстрижено И далеко видно Да-да-да-да-да Сокол 4.19 Пермь Там пермские Края моя Любовь Сокол 4.20 Меня бесит Этот климат Это природа Это говно Это все соляка Мойка воздуха Это Бурелом Непроходимый Бурелом То есть Ты выходишь Из города Заходишь Сходишь С дороги Заходишь В лес И все У тебя ничего С ценами Там где я нахожусь Сколько стоит Снять недвигу Ну Сопоставимо с Москвой Мне кажется Вот так То есть Наверное Если ты снимаешь На долгосрок То Может даже Как в Питере Наверное Вот так То есть Дешевле может быть Чем в Москве Но Не сильно Вот так Так же и с покупкой То есть ты именно Про съем Или про покупку Говоришь Если снять То смотри Здесь Иногда бывает Такая ботва Что например В сезон 25 В не сезон 15 Скажем За какую-нибудь Там Маленькую Квартиру Ну типа Можно договориться Что давайте Распределим Чтобы 20 было Всю дорогу И нормально Ну и плюс Еще там сверху Что-то коммуналка Хуялка Еще какая-нибудь Поебенье Я не знаю А есть Например Вот прошлый номер В котором я жил Это был просто номер В отеле Моих Так Ну Знакомых мамы Вот Типа того Да Ну в любом случае Типа я не думаю Что там какая-то адская скидка Для меня из-за этого была Он сколько стоит Столько и стоит Там То есть буквально Вот Вне сезон Вне сезон 9 тысяч Там 15 тысяч Прям нормальное жилье Ты можешь здесь найти За 25 Просто райские хоромы С видом на Весь Там Не знаю На все самое лучшее Что может быть За там 25 месяцев Абсолютно спокойно Здесь Может быть В сезон Вот Мой номер Который Стоил 9 тысяч В месяц 9 в месяц Ну 10 Но это Это все вместе То есть там Вода Блядь Коммуналка Я вообще Ну это номер в отеле Типа я За коммуналку Никакую Ничего отдельно Практически не докидывал Ну типа вот один раз Сказали Типа Мосяка дохера потратил Давай 10 в этом месяце Все Начиная с мая И включая сентябрь Ну короче Типа Есть смысл Разговаривать От 90 тысяч В месяц Вот так Потому что Ну если он сдается Посуточно Им даже выгоднее Скорее всего Сдавать посуточно И он там Может уходить Дороже Чем за 3 в сутки Вот так Ну бывает То есть Ну как бы Надо искать Я бы так сказал Мне сейчас К огромному счастью Повезло Более-менее Найти В общем-то Балдежного хозяина Все И я Ну типа Как мне кажется Относительно Типа Ну то есть Не 9 в месяц Выходит Да Но С другой стороны Вроде бы и летом Не 90 будет выходить Так что вот так У тебя кусты Ты там как медведь Сквозь это пролазишь И Ни красоты Ни зрелищности Ничего нет Моему глазу Нужен простор Прекрасные виды Горы Море Это что-то знакомое Кстати Глаз радовался И видел далеко У нас здесь Ничего не видно Далеко Все просто ужасно Ну блин Если ты будешь жить Это то же самое Как в Москве То есть Наивные Как там это Какая-то есть такая фраза Про наивная Какая-то там девочка Наивная сельская девочка Вот наивная сельская девочка Она когда хочет Переехать в Москву Она думает Я буду радоваться глаз Типа будет Кремль Там Красная площадь Выставки Блять Не знаю там что Китай город По факту переезжаешь И блять Видишь Южная Бутова Какая-нибудь ебаная Просто 90% Времени Своей жизни И И все Блять Ездишь на работу Не 20 минут Как в своем селе А блять 2 часа И все Вот это В лучшем случае Ну иногда Даже Южная Бутова Типа это Получше чем Какое-то Блять Какая-то Полная залупа Ну вот Ну вот Вот так То есть Как в анекдоте Да про ад Что типа Это экскурсия А это уже Блять Эмиграция Вот Ну свежайшие фотки Зато То есть Это прям Такое честное сравнение Понятно Если ты блять В этом Улан-Баторе В каком-нибудь Конечно Охуенно Переехать В Южная Бутова Хотя бы Вот Или как там Блять Я забыл Называется Не Улан-Батор Это столица Монголии Да по-моему А есть какой-то Не Улан-Удэ А Сейчас скажу Какой-то Просто вообще Жесть Ну по крайней мере По Видео По фоткам Там просто Ебейший какой-то Жесткий город В Туве Находится Забыл как называется Блять Где тут Че за поебень Так Да Улан-Батор Столица Типа Кызыл Вот такое Что-то Да-да-да Кызыл Короче Из Кызыла Конечно На окраину Москвы Переехать можно Вполне себе Вот Но В среднем ХЗ Может быть В центре Перми Лучше жить Чем допустим На окраине Москвы Или На окраине Там Пресловутого Блять Геленджика Сочи Не знаю Что он там еще хотел Ялты Севастополь И так далее Более того Очень многие города Ну такие Относительно популярные Как курортные Вне сезон Это просто Полнейшая Отстойная Дыра Прям Ну Просто пиздец То есть здесь еще надо найти То место В котором будет Более-менее Комфортно Сочетая все эти факторы Я Из любого Усть-Залупинска Ну Блять Хуй знает Из Усть-Залупинска Можно переехать В областной центр Блять Живешь в Воронежской области В Воронеж Переехал Заебись Живешь Вот как Сокол Жил Под Пермию Да Там Березники Переехал в Пермь И 24 года Прожил Заебись Теперь ему Перми Мало Вон Видите Вон А есть подписчики Вообще Наоборот Там он Жил в большом городе В каком-то Переехал в Нефтекамск Например И просто Блять Как царь горы Там себя ощущает Ему кайфово Может быть даже вопрос Не в том Что ты меняешь На что-то более крутое А типа Просто что Хочется перемен Каким-то людям Часто по жизни То есть ну Вот там Типа Пожил Там 18 лет В одном месте Если есть Возможность Особенно Если есть Какие-то еще Ну там Желания И Как это там Запросы Да То хочется Уже их Постепенно Увеличивать Мне переехать И по моему Заболеванию Средиземноморский Климат В России Я начал гуглить Средиземноморский Климат В России Это вот Эти места Потом Стал Анапа А Причем Именно Короче Даже Крым Не все Это вот Эти места Не вся Его там Часть А короче Вот Где-то Судак Тут По-моему Находится То есть Керчь Не годится Бля Я реально Мне кажется Везде Был Просто Везде В смысле А там Дальше Зато Апсе Че Тебе Не подходит Климат Что ли Потом Стал Вопрос О Хорошо Я выбрал Климат Вот Несколько Городов Которые Мне Подходили Он Уже Кстати Достаточно Смело Блядь Достаточно Смело Заявляет Про Крым Вот он Рассказывал Какой Путин Мерзавец Отобрал У него Работу При этом Вот В этой Части России И показывает Крым Да Там Климат Мне Подходит То есть Вот Это Прям Я называю Уседться На два Стула Просто Очень Крепко И плотно Ты С одной Стороны Ярый Такой Антипутинист Мерзавец Негодяй Путин Подлый Ютюб Там Типа Из-за него Забанили Сволочь Такая Нет Войне Хуё Моё С другой Стороны Да Значит Хочу В Россию В Крым Переехать Типа Какая ж ты Сволочь Просто Сокол Безбожная Про Инфраструктура Города То есть Можно переехать В какое-нибудь Там Село Я бы Например Если бы Даже Не так Скажу Вдруг То На самом Деле Почему Я не говорю В каком Городе Я живу Сейчас У моря Это потому Что Я не хочу Лишний раз Травмировать Так сказать Расстраивать Некоторых Людей Своими Скажем так Заявлениями На тему Того Что Вот Живу В России И так Далее Ну скажем так Если бы Я жил В Крыму Или Если я И так Сейчас там Живу Я бы Поменьше Рассказывал Об этом Потому что Это Знаете Можно Обидеть Людей Некоторых Полтора дома Ну и просто Срач вызвать Ну да Я смогу там Пилить ролики Я не привязан К какой-то Конкретной работе Мне не нужно Противник Противник войны В Крым Поехал Да Это вообще Умора просто К 6 К 7 К 8 Утрам Крыму Кстати природа По пиздаче Чем В Краснодарском крае Как по мне Ну хотя ХЗ Выполнять Какие-то Задания Я музыкант Или видеоблогер Типа Вот То что он Показал Как раз Из тех Двух Вот За Туапсе В сторону Сочи Там тоже Ебанутая Абсолютно Природа Очень крутая И в Крыму Тоже Крутая То что От Анапы До Туапсе Прикольно Но Типа Может даже Наименее прикольно То есть что-то прям супер Что аж Дух завораживает Такого нет Ну вот едешь Допустим На Ласточке Там Туапсе Сочи Всем советую Как-нибудь прокататься И просто В окошко посмотреть Вообще в принципе Так эпично и круто Когда едешь На электричке Вдоль моря Это просто Охренеть В Форосе Классный климат Я не помню Я в него доехал Или нет Кстати Там вот есть какой-то Какой-то Вот куда соколу надо Кстати Есть какой-то город Который Семеиз Вот Семеиз Это гей-столица Крыма Вот То есть там По-моему до сих пор Они открыты Я не знаю Может До До 14 года Там вообще было с этим Прям все супер Сейчас хз Но именно вот Все Каждый Как бы уважающий себя Гей Блять По-моему Семеиз По-моему Семеиз Должен все-таки Приехать Ебать Там сейчас Залупа Просто Посмотрите На это А ну Это 16 Год Ну Это важно Значит Может быть Уже там И не Залупа Но Как бы Блять Ёб Твою Собаку Ну реально Блять Гей-столица Вот я не помню Где Короче Вот Где-то там Наверху Семеиза Какой-то Супер-клуб Есть Могу ездить Со своего Другого Места Жить Ну Бля Там по-моему Пляж полный Хуетабл Или не Семеиз Бля Как же Называлось Место Есть Какое-то Место Где Типа Оно само По себе Даже прикольное По-своему Но там Очень дорого Жилье Стоит Просто И невозможно Найти Бюджетное И Дерьмичный Пляж Просто Отстойный Он там Супер Малюсенький И И И все Но там Крёвые Огромные Волны Вот единственное Преимущество Там пляж Буквально Вот просто Я не знаю Ну Я Не умею В гектарах Как-то Вот это Выражать Ну Как Блядь Как дачный Участок Какой-нибудь Один Такой Очень мало Прямо Там места Из того Что открыто Но я люблю Большие волны На самом деле Знаете Чем биться Об скалы Лучше Как бы На волнах И на концерты Спокойно И ролики Самое главное Ролики Снимать в живописных Местах И меня Ничего не будет Держать Кроме всего Вот этого Видеоблогера Ну как не будет Во всех живописных местах Уже есть Толпа туристов Которые Как бы Скажут тебе Пошел нахуй отсюда Ну или Ничего не скажут Просто Будут с тебя рофлить Мешать тебе И собственно Ничего ты с ними не поделаешь Моя музыкальная деятельность Сочи, Анапе Крыму Двачу и Крыму Особенно между Судаком и Ялтой Ну Все-таки Просто тупо Сочи и Анапа Это не показательно Как бы Все-таки Есть еще Во-первых Есть Лазаревская Есть Туапсе Есть Блять Да даже кстати Архипа Осиповка Какая-нибудь Мелепиздрическая Гелен есть Новороссийск То есть Это все Ну все Немного разное Вот так Можно сказать Кстати Адлер тоже еще То есть Сочи Это уже Какая-то огромная колбаса Вот так вдоль моря Типа Есть тут то Что непосредственно Город Сочи А есть еще вот Все вот это вот Что Хуй пойми Ничем считается Вот И Ну в Крыму Опять же В Крыму Типа Вот если ты много Где был между Ялтой и Судаком Ну Гурзуф Охуительное место Но там зимой Вообще Нечего делать Там просто Ничего не будет В сентябре Вот в Гурзуф Очень рекомендую В сентябре Приехать Там Абсолютно Охуительный номер С самым красивым видом Именно вот На весь Гурзуф Будет стоить Две-три тысячи Типа Две даже по-моему То есть Если бы три Три Типа это дорого Он стоил две По-моему Поэтому я Это запомнил С каким-то просто Самым роскошным видом Ну то есть Ты вот выходишь Типа вот как На балконе у тебя Я не знаю Блин Ну и в целом Гурзуф Очень красивый город Вот Блять Где же это Улица Где этот дом Тут какая-то вот Гостевой дом Блин я не знаю Я надеюсь Я вам как-нибудь найду У меня где-то даже Видео должно было Быть На канале Я оттуда Ну блин У меня на экшн-камеру Там широкий угол Там не так клево Я сейчас попробую вам найти Вот Из Того номера вид Ну вот в сентябре Там супер балдежно Именно тем Что и дешево И кайфово Очень такое Кайфовая погода И И И все Красиво Чтобы были Вода Или Вот А вот этого не будет Этого нет Нигде Мне кажется И в Крыму Проблемы с водой Думаю И в Краснодарском краю Судак Пиздатый город Но тоже он маленький Там нечего делать зимой А большие города Вот Ялта Отстойный город Вообще В принципе Мне не нравится Ялта Ну то есть Она была пиздатой Пока Крым был украинским Дальше Все хуже и хуже Электричество В лучшем случае Еще и газ Там Канализация Все вот эти Все удобства В доме То есть Обычно В таких курортных городах Ну ты приезжаешь Там Сами понимаете Домик Сдаете И там Не всегда Обычно люди на курортах Ходят По кафешкам По всяким заведениям Покупаются Что-то поесть Никто не готовит Все супчики И всякие штучки Жарехи дома Потому что Ну это курортный город Вы приехали отдыхать А не приехали там готовить Вы приехали сбросить Всю эту рутину И 2-2 недели Там спускать То что заработали Но если там жить Если там нету Если там жить То В более-менее нормальном городе Многие из этих столовых Которые открыты летом Некоторые из них Будут открыты зимой тоже И в них все так же Даже еще дешевле Меньше будет выбор Конечно Но даже еще дешевле Можно Абсолютно Тоже просто Балдежно там Чилить А это на третий канал Я выкладывал Вот короче Гурзуф Самый красивый вид Вот То есть короче Оп Вот на эту улицу На вот это вот все То есть понятно На этой камере Все выглядит гораздо Отстойнее Чем оно на самом деле Вживую Вот здесь вот короче Магаз сладостей И там такая лесенка Вот прям в том номере В сентябре Было супер балдежно Буквально там туалеты Канализации нормальные Какой-нибудь Туалет где-нибудь Во дворе там Канализация Кстати как думаете Куда В приморских городах Вся выходит Это не очень круто Это не очень круто Поэтому сразу стал вопрос Что это должен быть Какой-то город С инфраструктурой Где я смогу Кроме своего видеоблогерства Еще пойти там Кафешка Не кафешка Нет такого города Не приезжай Понял Собственно говоря Список городов Начал сужаться Плюсом еще Я поговорил С разными людьми Которые бывали Во всех этих курортных городах И мне тоже сказали Что самый выгодный вариант Для тебя Это Севастополь И Симферополь Потому что Помимо Симферополь Не у моря находится Уже не клево То есть Ну с другой стороны Там что-то минут 40 До Евпатории По-моему И Насколько я знаю Местные в основном Если хотят почереть на море Они так и делают То есть Они такие Хуяк там Автобус Или какая-нибудь Поебень На машине На выходные Просто могут гонять В Евпаторию Вот А в Севастополе Честно не был Но ХЗ То есть Наверное Ну Если из принципа Подешевле И чтобы была Инфраструктура Ну то есть Короче Тут нельзя усесться На все стулья Чтобы было И охуенно И недорого И Там не знаю Типа красиво И инфраструктура И так далее И тому подобное Есть где красиво И нихуя нет Есть где Инфраструктура И все есть Там И ребазы И группы И полная хуйня При этом Есть где Просто сам город Уродливый Но Ну зато Как-то Блядь Что-то там Что-то там Имеется Вот Есть 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 допустим Город Удобный Относительно По расположению В плане того Чтобы добираться В какие-то Другие города Да Всех южных мест Там Рассказали мне Что Антирусские настроения Достаточно Чего Блядь И тебе могут Там спину Плевать И это не очень Приятно Конечно Ты приехал Есть такой Хороший Замечательный Мальчик Не понял Чего Блядь Какие Нахуй Антирусские Настроения Ой Всем добра И позитива А тебе В спину Там Ты же Не будешь Со всем Местным Населением Махаться Доказывая Что ты Имеешь Право Жить Там Где хочешь Поэтому Много Из этих Какие Нахуй Антирусские Ты Что он Блядь Несет Типа В каком Из приморских Городов Русские Меньшинстве Из Блядь В России Такого Нет То есть Понятно Что Блядь Да нет Блядь Ничего Непонятно Сука Ну это Вообще Какая-то Хуйня Полная Это как По той же Причине Мне Ну помните Подписчик Из Грузии Писал Типа Вот хочу В Россию Переехать Боюсь Что Блядь Меня будут Пиздить По причине Того Что Типа Там Грузинскими Буквами Написал Чурка Типа Чтобы в чате Не заблокировалось Чего Блядь Ребята То есть Ну это Какая-то Полная Хуйня Вообще Мы тут Блядь Ну Как бы Понятно Что Россия Достаточно Страна Такая Лицемерная Я не говорю Что Нет Ни единого Блядь Там Какого-нибудь Нацика Или Говноеда Просто Конченого Ну блядь Ровно Столько же Говноедов Сколько Живет Блядь Не знаю В городе Судак Ровно Там Столько же В процентном Соотношении Живет В городе Блядь Там Топсы Или Анапа Или Сочи И Ровно Там Ну Я Не знаю Блядь Было бы Очень Смешно Если бы Был бы Какой-то Нацизм Блядь В стране Которая Сейчас Просто Обдрачивается На Денцификацию Ну Это Какой-то Прям Не знаю Ботва Полная Нет Есть Благодарю За донат 532 311 Спасибо Большое Спасибо Или Еще Был Какой-то Подписчик Казах Который Спрашивал Слушай А в Москве Не будут Меня Блядь Хуячить Если Перееду Что Нахуй Нет Есть Блядь Я не думаю Что будет Именно По национальному Признаку Неприязнь Какая-то Если человек Особенно Хорошо Владеет Русским Языком Как Вообще Поймешь Блядь Он местный Или не местный Может быть Он Уже Десяти поколений Тут живет Есть Конечно Неприязнь К приезжим Она в любом случае Есть И конечно Блядь Это Смешно Это как Москвичи Говорят Понаехали А среди них Хуй найдешь Кого-то Коренного Реально Также Также Наверное Блядь И в Сочи Кто-то Будет Говорить Что Блядь Понаехали Бздыхи Типа Все эти Новые Местные Заебали И так далее Но Блядь Это просто Поебень Просто Бытовая Какая-то Абсолютно Хуйня И Желание Людей Повыебываться И все Не более того Ну конечно В любом случае Если ты Понаех И Какие-то У тебя Там Ну не знаю Как-то Какие-то Порядки Свои Блядь Там Ставишь Или что-то Делаешь Непонятное Ну конечно Блядь Тебе не будут Рада Но я не думаю Что например Если И ты находишься Там в том же Краснодарском крае И Скажешь Не 47 87 А скажешь 47 87 То тебе за это Блядь Зубы Выбьют Типа Ну хуй знает Нет такого Вот Или от того Что У тебя Слишком Ровные Блядь Зубы И слишком Русское лицо Типа Не знаю Тебе будут там Че-то харкаться Ну я не знаю Это какая-то хуйня Да в Москве Так же будут харкаться Че за бред Городов От Милоси Остались два города Севастополь И Симферополь Эти города Одинаково Равнозначны По удобству По Вообще По блядь Отсутствию там Яндекс такси Сбербанка Блядь Все не вспомню Деливери клаб Яндекс еды Ну то есть Как бы Охуенная города По климату По настроению населения Сокол все-таки Решил переехать в Россию В Симферополь Культуре Они оба мне подходят Но У Симферополя Есть аэропорт Но нет моря А море Тут главный показатель Для меня Потому что Доезжать на море На самокате Либо Из Симферополя Ехать на самокате В одну сторону И обратно Уже не вернусь 40 минут До моря Километров 40 Вроде бы И это уже солидно Аааа Близлижайшие Населенные пункты Рядом с Севастополем И сам Севастополь Он мне подходит Потому что я сел На свой самокатик И И на море В общем Я выбор сделал И я переезжаю В Севастополь Теперь осталось Лишь мелочь Миллионов 10 Денег Чтобы купить Там землю И дом Хорош В общем Выезжай завтра Конечно же У меня этих денег Куры не клюют Ха-ха Нет У меня ничего нет Я зарабатываю Ютубом И музыкой Лишь В таком размере Чтобы Платить коммуналку И Покупать одежду И покупать еду Ага И покупать Электросамокаты Блядь Вот Видите Чё-то Какая-то Хуйня Здесь Ребята Просто Чувствую Запах Хуйни Ты шарите У него При том Что он Стримит Раз в неделю При том Что монетизация Это Ну полный Пиздёж Я не знаю Ну как Блядь Я не верю В 30 тысяч В месяц С монетизацией Блядь Я не знаю Просто Чё он там должен Какому дьяволу Душу продать Чтобы у него Хотя бы раз в жизни Было 30 тысяч В месяц С ютюбовской Монетизацией Либо Кого Надо просто Безбожно Наёбывать Чтобы рекламу Дорого продавать В своих Бессмысленных Роликах Либо Чё за Поебень То есть Ничего 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 Ну короче Я не верю Что у него Много денег При этом У него Явно Не много денег Ну окей Что да Хорошо Я например Всю жизнь Вынужден Снимать Жильё И сейчас Тоже Снимаю Сокол Типа Нашёл Себе Девица За жильём Просто Жук Хитрый Но Блять Типа Скорее всего Фарме Меньше Чем я Или Может Так же Допустим Он Почему-то Блять Какие-то Там Клипы По 300 Тысяч Снимает Самотык За 70 Там Ка себе Покупает Какие-то Кресла Какую-то Поебень Чё-то Чё-то Какой-то Хуйнёй Вообще Лютой Пахнет Просто Блять Не верится В такую Срань Во-первых Во-вторых Чё Блять Слушаем Дальше Я так понял Он Хотел бы Типа Хата Девки Да Девушки Девушки Зря так Сказал Извините Хата Девицы И он Типа Хочет Блять Её Родителей Забайтить Продать Эту Хату Купить Дом Значит Там На морях Можно Блять Сдать Хату В Перми И снимать На море Докидывая Что-то Только Блять Для этого Надо не Ебаные Видосики На тысячу Просмотров Снимать А Не знаю Стримить Как следует Там Часто И не скипать Видосы Когда тебе Их донатят Блять Честно Честно Зарабатывать Свои Как я Тысячу Например Вот Восемьсот За Два Часа Никаких Больше Пока Ну и Блять Я так Сказал Не за Любые Два Часа У меня В любом Случа Столько Будет Но Сегодня Просто 532 311 Вот Спасибо Огромное Металлический Эскорт Отключили На ютубе Непонятно За что Соответственно Денег Смотрим этого Чувака Задонатили То есть Его Как бы Мои зрители Любят его Смотреть Да и я В принципе Люблю Его всегда Можно Обсудить Долгом Это весело Интересно Ну кстати Не так Прибыльно Как кому-то Кажется То есть Вот Мне задонатили 400 рублей И мы Вот Ну По большому Счету Последний Час Я Отрабатываю Четыре Ну Даже Триста Там Сколько По хорошему Фонд Был Триста Сорок Рублей Ну Еще плюс В тот же Фонд Вроде как Котта Феонора Вкинул По большому Счету Вот Сокол Это я Сижу И час Блять За триста Сорок Рублей Занимаюсь Хуйней А остальные Донаты Мне еще Смотреть И может Быть За следующие Два часа Вообще Не будет Донатов Но мне Как бы Их надо Будет Отрабатывать Типа Того То есть На самом Деле Самые Зрелищные Самые Такие Прикольные Штуки То что Я делаю На своих Стримах То есть Может быть Меня смотрит Какой Ни супер Богатый Бизнесмен Который Без ума От моего Творчества И хочет Мне Да Да Пошел Нахуй 10 лямов Хочет мне купить Дом землей В Севастополе Кто его знает Может быть Я надеюсь Пожалуйста Найдись Этот человек Может меня Кто-нибудь Смотрит Кто мне Может Может быть Меня Давайте так Я знаю Что мечты Надо не завышать На самом деле Потому что Если Ты какую-нибудь Вообще Охуел Просто Как Как я в песне Пел Типа У меня была песня Называется Разве я много Прошу Музыкальный образец В стиле рэп Спасибо Послушаем Послушаю Попробую оценить Вот Ну типа Как в песне Пел Мне ничего Не надо Совсем Ничего Типа Мне не надо Я уже забыл Там текст Какой был Ну типа Чтоб все было Хорошо И пару миллионов Баксов То есть Не так уж много Разве я много Прошу Типа Пару миллионов Всего лишь Вот Интересно Может быть Меня смотрит Какой-нибудь Очень богатый Бизнесмен Какой-нибудь Или просто Работяга Какой-нибудь Да Какой-нибудь там Айтишник Или просто Инженер Просто работяга Который Вот он смотрит Либо сейчас На стриме Либо в записи Уже потом Который мог бы Мне скинуть Мою мечту Тысячу рублей Может быть Может быть Есть такой Вот Это было бы Так чудесно Если не найдется Все нюансы Или знакомый Который Я дальше Мог пилить Из этой чертовой Дыры Который Называется Перм Пермский край Итол А человек Пел гимн Этого края У нас здесь, в Перми Сейчас уже май месяц Уже первая половина Мая Ну в принципе да И сегодня какое-то малюсенькое потепление Стало До этого была холодина Я ездил в зимних штанах, в перчатках В маске Не, у нас первые Теплые дни Несколько теплых первых дней Просочилось в конце апреля В прошлом году, в начале апреля Потом, как я уже сказал Был блядский ветер Просто, просто самый бледунский Сильнющий, жесткий ветер Сшибающий, там я не знаю, хорошо, что Града не было еще В прошлом году бывало и такое То есть просто пиздец Сегодня, ну, типа, я не знаю Интересно, погода Пермь Сегодня Пермь, погода Да почти нет разницы Ебать, нихуя 22 градуса Вы что, там охуели в Перми, что ли, блядь А нахуя здесь сижу У них там тепло, я смотрю 22 И будет 19, 13 Ну днем Это сейчас плюс 7, типа ночь А будет 22, 19, 13, 14, 13 Ебать Вот жулики вообще Охуеть, да А что я здесь делаю? Хладнее Все, лето ввело санкции В отношении Российской Федерации До канала окончательно Что вот это решение Я принял неожиданно Бам, надо сваливать отсюда Невозможно здесь жить Это не мой климат Какое отсутствие унитаза в Срительнице? Это что за бред вообще? Я всю жизнь ненавидел этот климат Я ненавидел эту природу, которая у нас здесь Эти буреломы Все это я просто Это говорит автор клипа Виконт, бессмертный металл Где прям вот он с гордостью По каким-то этим буреломам Как раз и скачет Терпеть не мог И решение осенило Почему я додумался До этого только в 42 года Что можно Не очень сообразительно Я вот додумался в 24 Цифры прям ровно наоборот Приехать в другой город В другой климат Почему я этого раньше не мог понять? Отступать больше некуда Это невозможно Тормоз Поэтому Все, кто хочет как-то мне помочь Любым советом, действием 24, если что, мне 25 сейчас уже То есть 24 я додумался Я буду очень рад любой помощи И, конечно же Люди, которые мне помогут Действительно какой-то Ну вот, да На самом деле самое отвратительное Это именно огромный разброс Когда у тебя летом 45 Зимой минус 40 Вот это просто самое жопое блядство Когда живешь непосредственно возле моря У тебя никогда не будет прям лютой жары Потому что лютая жара будет Чуть подальше Тут у тебя все равно какой-то ветерок Будет хоть немного освежать И какого-то Ну прям тоже супер жесткого Именно по градусам холода Тоже такое будет очень редко Но Ну типа Ощущение холода Оно хоть и в градусах Допустим не такое Но будет нормально так Вклад прям внесут Не важно, что это будет Финансы Продавать что-то на стримах Помощь с жильем, с арендой Да бля, мне Я кому-то даже отправил Тоже в какую-то Сибирь Свою шляпу какую-то За косарь Но эту кстати не отправлю Она точно больше Она тупо изначально больше косаря стоит Вот Это подгон брата Я ее не дам Но какие-то свои старые шляпы Которые я носил на стримах Или которые я могу даже специально поносить Перед этим Ну Бля, там просто больше заморочек С этой почтой Со всей хуйней Как я в филиале Ада На земле сидел В почте России Чтобы эту шляпу Засунуть в коробку Отправить Это полный пиздец То есть это даже не стоит Того косаря Я буду безумно признателен И конечно же Запишу ролики То есть какой-то адской нацелькой Только если Ну типа Вот за какую сумму Я буду Ну наверное прям вот знаете Пару часов жизни потратить Ну вот То есть там Посидеть в этой блядской Почте России Отправить прям заморочиться Ну это что-то жирное должно быть Знаю То есть чтобы Помимо стоимости Самого предмета Шляпа Это стоит 100 рублей Фикс прайса Но зато это шляпа Моисея Великанова Я бы уже За косарь я бы уже не сидел Наверное То есть я бы прям Загнул что-то абсолютно наглое Типа Чтобы тысячи три Клал я себе в карман Наверное Вот так Зато я Ну то есть Чтобы Моральной компенсации Того что я Мучился два часа на почте Для меня было бы то Что я бы например В тот день мог бы стрим пропустить И у меня бы все равно Было бы достаточно денег Чтобы Пожить Как я поехал Куда я поехал С помощью чего я поехал Какая компания Перевозила мои вещи Какая Какая местность у меня там В общем Покажу этого человека В кадре Скажу Бро Вот этот вот Красавец мне помог Буду признателен Да нахуй ему она надо Если шутки в сторону То прям надо Отсюда бежать Я прям не могу здесь Я задыхаюсь Здесь мне плохо Мысль в пространство Я закинул Мысль в вам Я закинул Надеюсь Вселенная Услышит мой крик Ура Игре игры Помогите Спасите Я отпустит И сделает так Что я смогу Переехать В Севастополь С вами был Сокол Истинный маг Да приводит С вами Сила Подпишись на этот канал Поставь лайк этому видео И напиши комментарий На этот На Моисель Великан Напиши Я Севастополь Мне интересно Знать Сколько людей С Севастополя Остальные Кто нет Севастополя Напишите Что вы думаете По всему этому поводу Также В закрепленном комментарии Будет ссылочка На мой Яндекс Дзен Пожалуйста Подпишитесь На него И просматривайте Мои ролики Там Хотя бы С выключенным звуком Потому что Монетизация контента В Яндекс Дзене Начинается Со 100 подписчиков Надо хоть как-то Зарабатывать бабосики Также ссылочка На телеграм В закрепленном комментарии И если вы забьете В поиске Приложения Телеграм Вот это вот Вы попадете К боту Сокола Который Отвечает За платную Ежемесячную подписку На мой Закрытый Телеграм Чат В котором я общаюсь Со своими Подписчиками И отвечаю Дослушаем Что это Чтоб все честно Чтоб все честно было Дослушаем до конца Видос Я просто не люблю Не доделывать дела Не досматривать Скипать И так далее Вот Подписывайтесь Лучше на мой Бусти Не надо никакие боты Никакую хуйню вбивать Вот есть Бусти.то Это как Патреон Только русский Абсолютно Уже сайт проверенный Не страшный Пиздатый Охуенный Куча контента Ранний доступ к реакциям Телеграм Чат закрытый Тоже там есть Ну туда просто Ссылка тебе там Как-то дается И все Отступаешь Если подписка не проплачена То все Бот тебя кикнет И все А вступайте-то на здоровье Вот И все 200 рубчинских за месяц И такое удовольствие Вопросы Этот мой бот Электронно взимает подписку С тех Кто подписался Изжимейщина И удаляет Из группы Тех Кто не продлевает Отплатиновую кнопку Не ну я например Вот есть же Некич 02 Как бы знаменитый Чел Уже локальный мем Такой по сути Моих стримов Что чел Я покупал себе гитару На авито За 4 косаря Но мне очень повезло Была реально охуенная гитара Какой-то страт Типа Филпро Но страт с отсечкой Уже сделанный Там Хамбакер с отсечкой Пиздатая вот эта вот гитара Такая Которая у меня была Такого Бордового Такого прям Приятно Бордового цвета Из Вся фурнитура Была Ну типа как Аля Ну это фейковая Скорее всего Но позолота То есть такая Очень тоже все Блять Приятно выглядело Наверное кроме Вот этой вот хуйни Кроме вот этой вот дека То есть вот на этой гитаре Тоже много чего было Сделано Блять Тут мои Кринж фотки Блять Времен Короткой стрижки Стоят на аватарке Вот То есть найти где еще Блять Именно с этой гитарой Ну короче С ней что-то точно сделано Это не та гитара Прям на которой Там не знаю Универсальный комментарий Какой же я милый Был записан Но на ней Какой-то период МВИПД И всякого такого На ней что-то точно было Много сделано И Это в общем Пиздодельная Пиздатая гитара За свои деньги была Короче Купил ее за 4000 И некич у меня ее Выкупил за 40 Блять А прошлая гитара Была Вот синяя Вот эта прям Легендарная гитара Ее вообще Я даже жалко Что я даже не знаю Хотя бы где она У кого она сейчас Вообще не ебу Я ее тоже купил Еще за 4000 Еще по старому курсу Новую в магазине По-моему Я ее купил Вот Мне ее подписывал Тиль Линдеман Короче И Петер Тегрин Ну короче Линдеман Вот У меня стерлись автографы Но это было На ней универсальный комментарий Милый Там в клипах она Каких-то была МВИПД ранних Вот Я ее Разъебал Всю к хуям Мне было люто В падлу чинить И я ее продал За те же 4000 То есть Вот вы поняли прикол Я продал Расхуячную гитару Без двух колков Без всего За 4 косаря Какому-то челу Который тоже Типа поклонник МВИПД И вот он ее захотел купить И за те же 4 косаря На Авито Просто купил нормальную гитару Которую потом уже Некичу продал за 40 Спустя много времени Вот такие приколы были Это самое Как бы самое дорогое Что я Как бы Самая большая сумма Самая большая сумма Которую я пока что Получил За вещь Тупо потому что Эта вещь была моей Когда-то И все Вот это Самая такая Охуенная тема Круче только Когда мне просто Тупо донатили Суммы похожие Такое тоже Очень редко Но бывало Пару раз в жизни Что просто были Огромные донаты Вообще страшные Там чате Соколиная стая Потому что Соколиная стая Соколиная стая Должна быть большой Моисей А че Моисей Это же даже не я впаривал Типа просто Как бы Мне Некич предложил Типа давай куплю тебе Гитару за 40к Блядь Я такой Чего блядь Ну давай А мне тогда Очень нужны были тоже деньги У меня было Беда тоже С чем-то Уже не помню Но денег не хватало Была подстава какая-то Так что это вот Такое тоже Было замечательное А даже не так Я Некича Попросил мне Купить любую Рандомную гитару В счет Этих 40 тысяч Просто любой Рандомный Ну какой-нибудь В музыкальном магазине Пускай будет Просто любой страт Он мне купил Эту Караю Короче Мне сперва показалось Что она люто всратая Но она хуже на самом деле Она 9 тысяч стоила Но она гораздо хуже Чем этот Фил Проба Ушный Совета Но Ну блядский цирк В итоге Я на этой Караю записал И с Глебом поездил И в принципе Ну на самом деле Даже Даже что-то из нее Выдавить Как-то там Приличное Можно Как оказалось Так что Такая вот история Все А насчет Жизни у моря Блядь Или чего-то такого Ну хорошо Там где нас нет И можно на самом деле Фистинного мага В этом понять В смысле Что он хочет Поменять уже Эту свою Пермь На Что-то другое Ну я вам так скажу Просто Ну чтобы вы понимали Прикол Это я не говорю Что блядь Не надо теперь переезжать Я говорю о том Что почти все местные Кто живет Ну подростки Которые родились Возле моря И выросли Допустим До какого-то Ну уже там 18 лет Хуе-мое Все Они пытаются Поступить в Питер Поступить в Москву Переехать в Куда-то туда же Там Питер Москва Просто Не знаю В хоть какой-то Ну либо хотя бы В крупнейший город Своего региона То есть там В Крыму Это тот же самый Симферополь В Краснодарском крае Это Краснодар Это Ну может Сочи Но даже наверное Не знаю В основном Те кто вот именно Провели здесь Всю жизнь Они это море На хую вертели И они как бы В ужасе А бля Я люто угорал Мы однажды ехали На Блаблакаре С Типа Мама-дочь Они Из Крыма Ехали в Краснодар Чтобы на самолете Из Краснодара Полететь Отдыхать В Турцию Вы Типа Вы сейчас поняли Да Как бы прикол Люди Живут В Крыму Блядь Они уже На море Вот Крым Блядь Они Отдохнуть Еще раз Не просто Блядь Из аэропорта Как раньше были Прямые рейсы Там из Симферополя Наверняка даже были рейсы В Анталию Хуяли Или еще куда-то Они блядь На ебаном Блаблакаре Часов 7 Хуярили в Краснодар И обратно так же Чтобы Я еще не знаю Через Москву Или нет Но суть в том Что Блядь Просто Типа В Турцию Блядь Летели отдыхать Вот с этого я люто Поугарал Но Нет так вопросу Того Как бы Даже не то Что как люди не ценят А как Ну как К всему самому лучшему Человек может привыкнуть И оно ему становится Уже до пизды вообще И похрену И Собственно С одной стороны Цените то что у вас есть Вот что я вам скажу Дорогие подписи А вот с другой стороны Даже соколу Хочется пожелать Как бы успехов В том чтобы Он блядь Был счастлив Но Тут не стоит Себя обманывать То есть надо понимать Что это чисто из принципа Хорошо там где нас нет Ну и конечно Немного Бледунская такая Это прикольная тема Что Не подгонит ли 10 миллионов Мне какой-нибудь Блядь миллионер Бизнесмен Это звучит прям Очень смешно как-то Ну то есть Это уж совсем охуеть Мне вон даже Косарь до сих пор Ни один Вот неужели меня не смотрит Ни один миллиардер Бизнесмен Или кто-то такой Кто мог бы Мне подогнать Косарь Видите Даже косарь не подогнали То есть нет Надо Как бы Что-то делать И желательно такое Чтобы ты при этом Не наебывал Блядь людей Всех Как Миша Ряженко Иван И как Леос С которым Блядь сокол дружит Да и как сам сокол Возможно в чем-то Вот То есть Я Все свои донаты Честно заслужил Все Ничего не знаю Самый честный Лучший Ютубер Вообще На планете Вот Все Заслуживаю Тысячу рублей Еще одну Я считаю Всем спасибо За просмотр И собственно Все хорошего